В общем, все фокусников любят и волшебников. Вот сегодня мэджик будет прямо, вот прямо-прямо самый, что не настоящий, приготовьтесь. Вы знаете, я очень часто рассказываю такую историю, что наша жизнь это такая штука, значит, представьте, мы идем по коридору, это такой наш жизненный путь, вот мы по нему идем. Ну вы же с фантазией можете себе представить, представили, как по коридору идете, да? Ну где-то в конце, понятно, окончание вашего жизненного пути, но по дороге вы собираете всякие плюшки там, да? Ну вот знания какие-то, ну вот там родители машину подогнали там, да? Ну как бы собираете. А еще по дороге у вас открываются двери и окна. Ну идете такие по коридору, у вас раз, дверь открылась, вы туда заглядываете, а там волшебный сад. Ну что бы не зайти, да? И не сорвать это яблоко или конфет набрать. Так, представили себе? Вот чтобы сделать домашнее задание, например, и прийти ко мне на уроки, люди платят по 80 тысяч. Да, я уже так знаю. Ты бесплатно здесь сидишь. Это же дверь. Вот эти двери открываются, и только вы решаете, войти в эту дверь или пройти мимо. И сегодня здесь, в этой комнате, для вас случится что-то такое, что вы возьмете на свое вооружение, будете этим пользоваться, а может не будете пользоваться. У меня сегодня цели научить вас нет. Моя цель сегодня это заразить вас, ну давайте так, цветом, обрызгать цветом. В общем, чтобы вы немножко больше поняли эту тему и, возможно, захотели дальше ее прокачивать. Ну и поняли вообще, зачем она нужна. Значит, что такое цвет? Вот что мы знаем о цвете? Ну вот есть синее небо, белый снег, зеленые деревья. Вот цвет. Мокрый асфальт тоже цвет, да. Если мы хотим покрасить стены в комнате, мы идем, покупаем банку с краской и красим стены в красный. Надоел в синий, в зеленый, ну и так далее. Одежда. Ну вот. Не хочу быть цветной, одену черное. Хочу быть как осенний листочек, одену вот темно-зелененький. Ну и так далее. То есть мы себя цветом как-то там наряжаем. Этот цвет, который нас окружает, он повсюду. Так или не так? И мне кажется, что в основном только из-за этого мы перестали ценить цвет. Как нечто ценное и драгоценное. Мы похожи на аборигенов, которые ходят по слиткам золота и не понимают его ценность. Ну потому что, а что с ним делать? Ну как бы вроде не съешь и дом из него не построишь. Как бы ненужная фигня вообще. Для нас цвет такая же история, как для аборигенов золото. Ненужная фигня просто потому, что его много. Просто потому, что я могу взять карандаши и покрасить там что-то. Купить гуашь и нарисовать вот эту растяжку. Представим себе ювелирный магазин и какое-то там, не знаю, яйцо фаберже. Оно единственное драгоценное. Как его будут преподносить в магазине? Ему выделят целый уголок, обнесут бархатом, подсветят. И это будет самая главная драгоценность в этом магазине. Почему? Потому что оно такое одно. Это яйцо фаберже. Если мы говорим про цвет, то как мы поступаем? Зеленое, красное, фиолетовое. Короче, все забрыжим. То есть относимся к цвету как к чему-то такому неважному, неценному. Понимаете? Мысль улавливайте. То есть цвет это ценность. Я хочу до вас ее донести, а вы ее куда-то запишите. Мысль номер один. Цвет это драгоценность. И относиться к ней нужно соответственно. Вопрос как? Надо научиться. Раньше для того, чтобы нарисовать, ну допустим, вот такую растяжку сделать, да вообще все что угодно, любую картину, нужно было краски добыть. Кто знает, как раньше художники добывали краски? Как ты думаешь, сколько нужно времени, чтобы растереть ракушки? А сколько времени надо, чтобы растереть камень? Очень много. Ну то есть, вот вы сделали за 4 часа, а если бы это было какое-нибудь средневековье, вам потребовался бы, ну месяц, наверное, и очень много денег. Потому что это все нужно купить. Камень купить, там, не знаю, дрова купить, чтобы уголь нажечь, там, ракушки жгли, там, кости жгли, например, тоже их где-то взять надо. Ну и так далее. Там растений нарывать специальных, там, а где-то они не росли, поэтому их нужно закупить было. И, например, в средние века был период времени, когда синяя краска стоила дороже, чем золото. Где вы такую краску сегодня видели? Ну вот, вы сейчас приходите в магазин, покупаете банку краски и просто все. А там, представляете, надо принести слиток золота, чтобы получить банку краски. Вот сколько стоил цвет. И поэтому люди умели его ценить. Сегодня, слава богу, это не так. Мы можем получить любой цвет, как угодно. Гуашь, масляная краска, какие там темперы, ну и так далее. Вы все это знаете. То есть, химия forever, да? Значит, нам в этом плане помогает. Но есть другая оборотная сторона медали. Мы разучились его ценить, как я уже сказал. Вторая мысль, которую я хотел вам сказать. Цвет никогда не работает сам по себе. То есть, один, например, взяли красный, да? И все. И мы рассуждаем, как он на нас влияет и тому подобное. Значит, цвет всегда работает в окружении других цветов. И другие цвета на него влияют. Создавая при этом у нас какие-то образы и ассоциации. Ну, хотим мы этого или не хотим. Вообще, цвет, он очень сильно закодирован, если можно так выразиться. То есть, он может передавать все, что угодно. Настроение, религиозное убеждение, ну и так далее, и тому подобное. Значит, ну, самые яркие примеры. Например, черный. Цвет траура. То есть, вот на похороны в черном. Значит, белый. Цвет праздника. На свадьбу в белом. Красный. То есть, цвет там. Агрессии. Ну, смотрите, это просто красный. Если мы начинаем его сочетать с другими цветами, тогда у нас уже может цвет перейти в агрессию. Например, красный с черным. Да? Если мы берем красный с розовым, то это уже, наверное, более лайтовый вариант. И это уже к празднику больше, наверное, отнесется. Понимаете смысл? Какие свойства есть у цвета? Мы привыкли по цветовому кругу разделять цвета на теплый и на холодный. Да? Вот мы сейчас, чтобы раскачаться, сейчас первое упражнение с вами сделаем. Значит, давайте сейчас каждый по карточке берите. Смотрите, сейчас упражнение номер один. Вам нужно выбрать вот из этой кучи цветов какой-либо цвет в пару к своему. С тем расчетом, чтобы ваш цвет стал более теплым. Погнали. Я вам буду про цвет рассказывать. Слушайте меня, ушки навострите, пока выбираете. Значит, раньше к цвету относились совершенно иначе, нежели чем сейчас. Вообще, первый принято считать, что, скорее всего, появился какой цвет? Вот первый, скорее всего, черный цвет, которым начали рисовать различные рисунки где-то на скалах, в пещерах. Там вот сцены охоты очень известные, там где-то 15 тысяч до нашей эры. И отношение к цвету было другое. Даже название. Вот, например, у древних греков, представляете, не было нигде в описаниях синего цвета. То есть считалось, ученые на самом деле считали, что древние греки не видели почему-то синего цвета. Море бурлистое, море там такое-то, сякое-то, там миллион эпитетов, но нету ни одного слова. Вот это синий. На самом деле все они прекрасно видели, но просто не считали нужным называть это синим. Зачем? Это же, ну, небо как бы. Все же понятно. Второй цвет, очевидно, который, ну, как бы люди для себя приняли и осознали, это белый. И вообще древний человек по отношению к мироустройству, он же еще ничего не знал. Для него было что? Свет и тьма. И постепенно, допустим, становилось какое осознание, что вот светлые цвета, они все относили к светлому, к белому, то есть, а все темные, там, темно-синий, например, темно-зеленый, там, коричневый, все к черному. Это черный цвет. Тема – это плохо, потому что это ночь, там какие-то существа страшные, какие-то демоны непонятные, поэтому чернота – это плохо. А все, что днем, все понятно, все светло, это белое, это хорошо. Религия это взяла на вооружение, и, например, изображение тех же демонов, каких-то чертов, каким цветом изображают? Черным, красным, черно-красным, коричневым. Ангелы белые, да? Отсюда мы что для себя берем? Цвет очень символичен, и хотим мы этого или нет, но эта символика, она прочитывается. Иногда мы можем сделать какую-то цветоколористику, и она может отозваться, допустим, у человека, ну, как бы вызвать не те эмоции и ассоциации, например, да? То есть в средние века в свое время зеленый считался плохим, а у мусульман хороший, то есть зеленый – это вообще цвет ислама. То есть, ну, если вспомнить, у них флаги зеленые, в общем, очень много зеленого. А, например, в изображениях западного полушария, да, то есть христианство, да, значит, у них зеленый – это каких-то змеев там изображали, каких-то чертов и так далее. Ну, то есть это цвет плохой. Понятно? То есть цвет символичен. Для того, чтобы в этом немножечко разобраться, я вам советую просто книжки почитать. Есть очень классный автор, я вам сейчас его скажу. Если захотите, приобретите, вы получите массу удовольствия. Значит, есть такой автор Мишель Пастуро. У него есть книги, книга «Красный», книга «Синий», книга «Черный». И там он затрагивает все эти аспекты истории. Это прямо удивительно. И вы побольше узнаете. Так, давайте, пока рассказ мой остановим, показывайте, что получилось. Я вас просил сделать что? Сочетание, чтобы стало теплого оттенка. Что вы сделали, чтобы сделать ваш цвет теплее? Сравнивали цвету, как получается. Ну, еще варианты, еще говорите. Взяли цвет более холодный. Так, правильно. Взяли цвет, надо выбирать оттенок более холодный, чтобы подчеркнуть теплоту вашего оттенка. После белого и черного цветов, которые освоили люди, и этому свидетельствуют наскальные живописи. Ну, например, в такой пещере во Франции Ласка. И множество других в этом можно убедиться. Как вы думаете, какой следующий цвет появился? Красный. Правильно, красный цвет. Долгое время этими цветами пользовались. И считалось, что красный цвет – это цвет воинов, тот, кто сражается. Белый цвет – это цвет жрецов, тот, кто разговаривает с богом, очевидно, или с кем там, с какими богами. А черный цвет считался цвет земли. Ну, земля же черная. И считался цветом крестьян. То есть это хороший цвет на самом деле. И изображения рисовались именно в такой кодировке цвета. Потом эта палитра усложнялась со временем. Цветовая. Цветов стало появляться больше. И цвета опять начали делить на светлый-темный. Все, что светлое, это могли быть там голубые, светло-розовые, там какие-то тралевали. Все, что темное, это могли быть и синие, и зеленые, и красные. Главное, чтобы темные. И вот такая светлая и темная. И как я вам уже рассказывал, вот есть тьма преисподняя, есть небушка, значит, все светлое. Ну, рабочий же вариант, да ведь? Вот, рабочий. Чтобы сделать свет светлее, вы что сделаете? Вы возьмете темнее карточку, правильно? Если сделать его в обратную сторону, вы берете другую карточку. Понятна логика? То есть таким образом мы можем управлять светом, мы можем влиять на него, делать его либо главным, либо неглавным. Что это нам дает как инструмент дизайнерский? Например, ваш заказчик притащил диван какого-то мерзко-серого цвета. Ну, или вообще диван некрасивый, просто вот он некрасивый. Его надо скрыть. Если его скрыть, что вы будете делать? Вот давайте так, диван вот такой. Вы хотите его скрыть. Мы сейчас не говорим, странно это или не странно, как это будет смотреться, хорошо или плохо. Это задача. Вот смотрите, мы с вами решаем дизайнерские задачи. Вот перед вами сейчас стояла задача скрыть диван. Она очень просто решается. Вы просто в тот же цвет покрасили стену и все. Если мы хотим этот диван сделать акцентом, просто он очень дорогой. Какой-нибудь, знаете, у нас вот есть еще французы до сих пор, вроде как, Рожь Бабуа какой-нибудь там. Который там Марсель Вандерс придумал, и это просто культовый дизайнерский диван. Что вы сделаете? Значит, что? Вот это, да? Ну, давай попробуем. Выделился? Да. И, кстати, неплохо получилось. Поняли? Очень просто. То есть, отсюда вывод какой? Мы можем сделать цвет акцентностью, драгоценностью. В общем, у цвета есть три свойства, очень важных, которыми вы должны научиться работать. Я вам сейчас пример немножко показал. Во-первых, это цветовой тон. Это качество, называют качество цвета, обозначаемый такими словами, как желтое, красное, синее, оранжевое. Поняли, да? То есть, вот по кругу, если мы цветовому вот так вот ходим, короче, это разные цвета, другими словами. Просто разный цветовой тон. Вот это первая характеристика цвета. То есть, мы выбираем либо красный, либо синий, либо зеленый. Вторая какая? Это светлота. Читаю. Называют качество цвета присущее одинаково и хроматическим, и ахроматическим цветам. То есть, белый – это самый светлый, черный – это самый теплый. То есть, характеристика светлота. То есть, мы регулируем вот этим вот ползунком, или как его назвать, светлоту. Светлее, темнее. То же самое в красном. Вот вам темно-красный, вот вам светло-красный. Это светлота. Это очень важно. И третья характеристика – это насыщенность. Насыщенность – это когда мы, вот кто растяжку делал, вот видите, она желтый потащила в черный. То есть, что ты делала? Ты добавляла туда черную краску, правильно? И цвет терял в насыщенности. Даже логично по названию, поняли, да? И это тоже очень важно. Почему это важно? Значит, потому что изначально красный, он вот такой, правильно? Ну, вот просто красный. И когда мы общаемся с кем угодно, ну, с клиентом чаще мы общаемся, мы говорим, мы хотим вам сделать красный интерьер. У него в голове бэ-бэмс, красная лампочка. Не-не-не, не надо. Не надо мне красный интерьер. То есть, он себе в голове не представляет, что красный может быть и таким, и таким, и вот таким, и даже вот таким. Поэтому, когда мы говорим про светло-бежевый или розовый, он вполне может быть вот таким. Это все красный цвет. Вот это все желтый цвет. Вот это все синий цвет. Какое вы только что открытие для себя сделали? Рембрандт сказал, дайте мне грязь, и я напишу шедевр. И он был прав. То есть, мы только с помощью красного цвета и работая только красным цветом, мы на самом деле можем вполне себе шедеврик создать. Неплохой себе такой, а может быть даже и очень хороший. Только с красным цветом. Мы можем сделать интерьер светлым. Вот это убрали. Вот эту часть взяли, интерьер будет светлым. Мы можем сделать темным. Взяли вот эту часть. И у нас интерьер будет темным. Но мы работаем все в одном цвете. Это касается любого цвета. то есть у нас же по кругу несколько цветов, получается, что каждый цвет на круге раскрывается миллионами оттенков. Это важно, чтобы ориентироваться в цвете и создавать правильные цветовые гармонии. Тот, кто говорит, что цветовой круг, я с ним не работаю, потому что там слишком мало цветов, или потому что там не те оттенки какие-то, я вот с этим не работаю, я работаю вот с этим. Ну, это, конечно, бред сумасшедшего какой-то, ну, то есть человек не разбирается в теме. Зачем нам нужен цветовой круг? У кого есть? Вот у вас в сумочке должен лежать цветовой круг, а не телефон. Поняли? У меня дизайнер одна, сотрудница работы, ударенная на всю голову, она себе сделала татуху вот здесь вот в виде цветового круга. Короче, это компас, который вам указывает направление. Сейчас я каждой команде раздам бумажку, вы ее никому не показываете. Ваша задача с помощью цвета создать тот образ, который здесь написан. Я вам хочу еще вот какую вещь сказать, пока вы раскладываете. Вы ушки навострите. Значит, если вы хотите научиться работать с цветом, то книг недостаточно. Насмотренности недостаточно. Чтобы понять цвет, научиться с ним работать, это только практика. Берите аккуратненько, прямо вот нежно, чтобы ничего не сдвинулось. И вот здесь кладите на пол вдоль вот этой линии. Вот так вот прямо кладите, вот так вдоль вот этой линии. Вертикально вот так вот кладите. Вот так? Да. Значит, посмотрите на работы. Там вы должны найти Снежную Королеву, Волшебник Изумрудного Города, Винни-Пух и Питачок, Кот Леопольд, Гена и Чебурашка, Водяной Колобок, Гуси-Лебеди. Смотрите, в наших руках был всего лишь навсего один инструмент, один цвет. И просто с помощью цвета вы создали 7 палитр, абсолютно разных, по настроению, по динамике. И, в принципе, если с ними поиграть немножечко, тут подправить, там, то можно уже даже и на стеночку вешать, уже красиво. Ну а сейчас давайте угадывать. Значит, Снежная Королева это кто здесь? Вот это, но не такое. Ну я не знаю. Я спрашиваю. Вторая сфера. Вот это? Ну, значит, Снежную Королеву кладем сюда. Так, я пока не буду спрашивать, кто автор. Колобок. Где-то здесь у нас Колобок. Так, дальше погнали. Кот Леопольд. Ну, может быть, я не знаю. Водяной. Вот это водяной? Да. Вот это, да, выбираем? Так, Винни-Пух и Питачок. Вот этот вот? Все так считают? Да. И вы тоже? Да. Гена и Чебурашка. Ничего менять не будете? Нет. Вы что делали? С Нежной Королеву. Угадали? Угадали. Крутяк. Крутяк. У вас что было? Кот Леопольд. Угадали? Да. Класс. Класс. Считайте, что это пятерка с плюсом. Так. Чей Гена и Чебурашка? Угадали? Да. Аплодисменты. Водяной чей? Да. Чей водяной? Да. Угадали? Да. Да. Смотрите, как тоненько добавили розового. Так. Винни-Пух и Питачок. Чей? Угадали? Да. Слушайте, ну Питачок это, конечно, розовый. Ну ладно, сейчас закончим. Так. Колобок чей? Угадали? Да. У тебя отличники учатся? Ё-христе. Волшебник изумрудного города. Ну. Маэстро. Я бы, во-первых, хотел что сказать. Ну, во-первых, что вы молодцы. То есть мы с вами работали на таком ассоциативном уровне. Мы с вами выбрали именно такой цветовой сет. Да? Именно такой набор. Почему? С этим персонажем. Вот. У нас цвета, которые ассоциируются с этим персонажем. Теперь, когда вы создаете этот интерьер, например, да? Ну, вас попросили там детский садик создать в стиле, значит, колобок. Ну, вот по тематике. Мы называемся колобок. Хотим колобок. Вы создали цветовую колористику интерьера. И вам, значит, там какой-нибудь завхоз на собрании говорит. Слушайте, а что тут желтый? Может быть, его немножко сделать синеньким? Что вы ему скажете? Вот. Да, вот. Понимаете, уже есть что сказать. А когда вы просто выбрали цвет и покрасили его, например, в зеленый, заказчик приходит такой и говорит, слушай, давай в красный попробуем. Ну, ну, давай. Не, не нравится, давай в синий. Ну, давай в синий. Ну, как бы нечего сказать. А тут есть на что опереться, да? То есть, ребята, ну, мы же колобок делаем. Для себя я узнала то, что цветовой круг можно представить в виде шара. Ось, находящаяся, это от темного к светлому. И, то есть, так можно более гармонично сочетать цвета. Ну, мне понравилась работа с ассоциациями. Было классно подбирать цвета. Вот. То, что сделает цвет более холодным или более теплым. Меня удивило, когда я ставила разные цвета, и мой выбранный изначальный цвет, он менялся от теплого к холодным. Мне было очень неожиданно и приятно повторить основу, так сказать, базу цвета. Вообще, очень полезный мастер-класс получился. Мне понравилось. Понравилось то, что вы посоветовали автора. Обязательно что-нибудь почитаю у него. Как будет свободное время. Также понравилась работа с ассоциациями. Стало более понятно, как подбирать цвет по требованию заказчика. Мне понравилась мысль о представлении цвета в виде шара. Я о таком еще не слышала. Мне мастер-класс понравился. Узнала, что цвет – это драгоценность, цветовой вот этот шар. Работа с карточками понравилась. И в целом знание, как сделать неброским некрасивый диван. В общем, мне понравился мастер-класс. Спасибо. Спасибо. Спасибо.